Уничтожение российского черноморского флота идет по плану. ВМС Украины заявили, что поразили Нептуном похищенный россиянами корабль Константин Ольшанский. Было принято решение на поражение этой единицы нашим Нептуном. Поражение точно тоже было нанесено. Уточняются повреждения. Повреждения однозначно он тоже получил. В любом случае он сейчас тоже не боеготов. Константин Ольшанский – это украинский большой десантный корабль, который при оккупации Крыма Российская Федерация присвоила себе. Тогда, в марте 2014 года, БДК Константин Ольшанский и ряд других кораблей ВМС Украины базировались на южной военно-морской базе Украины. Эту базу соединял с Черным морем Узкий канал, прорытый Советским Союзом в 60-х годах. Заблокировав его, Россия парализовала выход украинских кораблей с военно-морской базы. Что интересно, тогда выход к морю перекрыл российский ракетный крейсер «Москва» вместе с несколькими кораблями обеспечения. Я, русский корабль, повторяю. Предлагаю положить оружие в САГС, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли я, прием. Русский военный корабль, иди. Изначально украинский БДК Российская Федерация использовала в качестве поставщика запчастей в ремонте российских кораблей. Но с началом войны, а главное, постепенным уничтожением российского Черноморского флота, оккупанты пересмотрели свои планы. Украинский БДК оккупанты планировали выдать за один из своих отремонтированных кораблей. Не понимающим ничего потребителям информации в России на оккупированных территориях о том, как они восстановили один из своих кораблей больших десантных, которые ранее были повреждены. Это мог быть либо Минск, либо Оленигорский горняк, потому что там характер повреждений таков, что их восстановление до сих пор под большим вопросом. Сегодня уже можно констатировать. БДК Константин Ольшанский присоединился к немалочисленной кампании российских военных кораблей, полностью либо частично уничтоженных в акватории Черного моря. Ранее, 23 марта, вооруженные силы Украины нанесли удар сразу по трём российским военным кораблям, базировавшимся в оккупированном Севастополе. Серьезнейшие потери России признают даже в российском Z-сегменте. Сегодняшней ночью случилась очередная трагедия на Черноморском флоте. Удалось поразить большие десантные корабли «Ямал», «Азов» и один командный центр. Я не знаю, сколько потерь сидели личного состава, но факт остается фактом. Черноморского флота больше нет. А пока российские военкоры грустно констатируют фиаско их флота на море, в мире иронизируют и смеются над нынешним положением российских кораблей. Незаконная оккупация Украины Путиным несет огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен. Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но теперь вынуждена ограничивать свой флот портом. И даже там тонут корабли Путина. Так флот, который российская пропаганда в свое время окрестила непобедимым, на наших глазах проигрывает войну на море в стране, у которой и вовсе нет классического флота. Субтитры создавал DimaTorzok